К работам на объекте приступили в феврале подсокольный этаж, где разместятся подсобные помещения, в том числе моечная, прачечная и дезинфицирующая камера. Вырыли котлован, затем приступили к заливке фундамента и возведению здания. У нас сейчас на объекте в данный момент работает МУ-9. Сейчас занимается прокладкой телевидения, сетей, ну, тревожными кнопками. Потому что стоит задача справиться в срок, скажем, там до 1 ноября мы должны сделать и общественные работы. Поэтому нанимаем подрядчиков. Приехали специалисты из Минска, которые у нас будут сейчас прокладывать по палатам кислород. Здание нового корпуса отдельно стоящее, рассчитано на 80 коек, в том числе интенсивной терапии. У палат есть отдельные наружные входы. Для этого по периметру каждого этажа установлен балкон. Внутри здания уже смонтированы лифты, грязный, чистый и пищевой. Два гидроподъемника будут установлены и снаружи. Несмотря на то, что еще не окончено строительство здания инфекционного корпуса, уже ведется благоустройство прилегающей к нему территории. За это отвечает 36-е управление монтажно-строительных работ. А вот внутренней отделкой здания занимается строительное управление 138. Кроме профессионалов, на главной городской стройке задействованы и практиканты будущей строительной кадры из Пинского колледжа. Тебя помогает нам замазать раствором. Получается у тебя? Да. На данный момент у нас выполнено где-то около 80-85% от топчего объема строительства. Ну, что ухватывает себя благоустройство, отделка, общий строй и все остальное. Сейчас занимаемся внутренними сетями, покраской и благоустройством. Строительство инфекционного корпуса обойдется в сумму свыше 20 миллионов рублей в равных долях и средств областного и республиканского бюджетов. Изготовлением проекта занимался Брестпроект. Генеральным подрядчиком выступает стройтрест номер два. Сейчас на стройке трудится около 80 человек. Стоит задача закончить общестроительные работы в течение октября, чтобы с 1 ноября приступить к пусконаладке. Сдача объекта намечена на конец года.